Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Франк Уйоль, технический директор Академии Барса, Полина Кондратьева, директор по развитию, и Ариби Асанов, представитель Академии. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада снова видеть вас в нашей студии. И отгремел, не побоюсь этого слова, спортивный праздник, который проходил при поддержке и организаторами которого выступила Академия. 30 мая праздник состоялся на центральном стадионе города Одинцово. Это прям такой настоящий день футбола. Расскажите, как все прошло. Но сразу скажу, что погода вам просто благоволила. Ну, в части погоды нам помог Ревас. Он пообещал, что в Одинцово будет однозначно хорошо. Не будет туч и не будет дождя. Будет хорошая погода, и все матчи, которые мы запланировали, мы сыграем. Так и получилось. По программе, как мы планировали провести турнир ПАП против детей, он прошел. Также прошли товарищеские игры команд Одинцова против воспитанников Академии. Ну и завершилась вся эта история у нас тоже товарищеской игрой администрации Одинцовского городского округа и тренерского состава Академии. То есть было забито много голов, игра закончилась, то есть выяснение отношений закончилась серией пеналити. То есть было сложно, да, противостоять друг другу? Было не то, что сложно. В команде Академии даже было удаление одного из игроков. Все было по-настоящему, никто никому не поддавался. Безусловно. Франт, какие у вас эмоции остались после праздника? Как все прошло? Франт, какова твоя эмоция после Барса Фэмилии Дэй? Это очень здорово. Это был замечательный день. Многие люди и семьи были в связи с этим весь день. Было очень здорово. Все гуляли, наслаждались. У нас было много разных активностей от наших партнеров, а также было проведено много игр. Мы надеемся, что этот праздник остался у людей хорошим воспоминанием, а для нас самое главное – это улыбки. Съемочная группа телеканала Одинцова тоже находилась на центральном стадионе города и наблюдала за тем, как проходил спортивный праздник. Давайте посмотрим, как это было. Давайте. Футбольный дартс, шуточные спортивные состязания, аттракцион Angry Birds, а также рисунки цветными мелками и маркерами, аквагрим для малышей. На спортивном семейном празднике, организованном администрацией Одинцовского округа совместно с Академией футбольного клуба Барселона в России, интересно было всем. Это наше первое мероприятие в Одинцово, это праздник футбола, и главная наша цель – это показать, как классно заниматься спортом, что это семейный праздник, что это семейный спорт. Мы надеемся, что всем понравится философия Барселоны, и все найдут для себя что-то интересное. Сегодня присутствует не только под знаком футбольного клуба Барселона, а именно мы видим борцовская школа, мы видим боксерские поединки, награждения, то есть хорошее сопровождение, то есть это настоящий праздник. Именно как раз в том виде, чтобы привлекать внимание людей, кто еще не вовлечен в спорт, чтобы показать, что это близко, что это правильно и крайне необходимо. На одной из площадок турнир по боксу, приуроченный ко Дню Победы и посвященный ветеранам. В соревнованиях приняли участие около ста детей из Одинцовского округа, в возрасте от 10 лет, а также взрослые спортсмены. Есть разрядники, есть простые начинающие спортсмены. Мы для всех предоставляем возможность, чтобы участвовали, получили турнирный опыт, потому что это очень важно, когда есть соревновательный опыт. По соседству с боксерами площадка одного из популярнейших видов спорта – олимпийское тхэквондо. На татаме и юные спортсмены, и молодежь. Много девушек. Для этой борьбы особенно важны быстрые крепкие ноги и хорошее физическое состояние, ведь результаты подсчитывает компьютер. Все на электронных джилетах, электронные носки. Судья здесь не вмешивается, все считает электронная система. После презентации турниров официальное открытие праздника. Государственный гимн страны исполнил заслуженный артист России Денис Майданов. Славься, Родчество, ваше свободное. Завершается официальная часть праздника сюрпризом. Франк Пуйоль от футбольного клуба «Барселона» передал памятную футболку с автографом Леонеля Месси для главы Одинцовского округа Андрея Иванова. И, наконец, долгожданные футбольные турниры и товарищеские матчи. В первом дети играют против пап. На поле как совсем малыши, так и ребята постарше. Но побеждают все, ведь самое важное – это игра в команде и любовь к спорту. А в финале праздника – товарищеская встреча между тренерским составом «Барселонской академии» и представителями администрации Одинцовского округа. Фран, вопрос к вам. Почему турнир было решено начать именно с игры пап и детей? Фран, вопрос для вас. Почему вы начали турнир с матчей с родственниками и игроками? Мы начали с матчей с родственниками и игроками, потому что мы думаем и верим, что мы должны установить очень хорошую связь между семьей, игроками и «Барселонской академии». Потому что в конце дня мы хотим идти в одинаково, все в одинаково, идти в одинаковый путь. Помимо футбола на центральном стадионе было представлено несколько разных зон. Это был и бокс, и тхэквондо. Ребята выступали. Это было изначально уже запланировано? Да. Поддержка других спортивных направлений? Мы планировали мероприятия. И, конечно же, вполне гармонично у нас вписался и бокс, и тхэквондо с показательными выступлениями. Кроме этого у нас были и развлекательные различные площадки, у нас был футбольный дартс, у нас была игра Angry Birds. Что у нас еще было? Ну, достаточно много у нас активностей. У нас был партнер «Замания». Да, у нас были партнеры наши, друзья, которые нас поддержали и развлекали тоже всех гостей праздника. Это компания «Замания». Они тоже органично вписались, то есть они устроили мастер-классы, забеги различные. То есть действия происходили не только на поле, но и вокруг поля. То есть вся инфраструктура центрального стадиона была задействована. Вот, кстати, если говорить об инфраструктуре центрального стадиона, насколько действительно комфортная площадка для вас, и как вы оцениваете тот стадион, который сейчас находится в городе Нинцово, на котором был проведен праздник? Фран, как вы любите инфраструктуру Одинцово-центрального стадиона? Фран, в восторге от центрального стадиона города Одинцово. Полноразмерное поле, табло, трибуны, люди, которые могут комфортно расположиться, а также прогуляться и заняться чем-то еще. Нам очень понравилось, и мы надеемся, что сможем туда вернуться. А как вы считаете, на таких площадках и воспитываются чемпионы? Как вы считаете, что такие стадионы будут прекрасны, чтобы победить чемпионы? 100%. Это стадион, как я уже говорил, есть стадион, есть много места, где люди могут быть вокруг, смотреться, и я думаю, что это лучший сценарий, чтобы играть чемпионы. Фран считает, что, конечно же, атмосфера настоящего стадиона – это лучшая среда для того, чтобы расти чемпионов и, конечно же, играть настоящие матчи. Праздник проходил при поддержке администрации Одинцовского городского округа, общественных организаций. Насколько вы чувствуете действительно эту поддержку, и будет ли продолжено это сотрудничество с Академией? Ну, поддержку, безусловно, мы чувствуем. Спасибо за приглашение на центральный стадион. У нас этим летом запланирован еще большой турнир. Это первый в России турнир под эгидой футбольного клуба «Барселона». Это «Барса Рашкап». Он пройдет 18-19-20-го. Пока мы еще определяемся с площадкой проведения. То есть он однозначно пройдет в Одинцовском городском округе. Кроме этого, на этот турнир заявлено несколько команд из Одинцова, которые могут быть вполне победителями в своих возрастных группах. Вот еще раз на спортивном празднике. Фран и вы посмотрели на уровень игры Одинцовских ребят. Достойны? Как вы считаете уровень игроков Одинцовского команды? Хорошо. Мы делали разные типы матчей. Другие типы матчей или игроки из Барса Академии играют с людьми из Одинцова. И я думаю, что это было очень компетитивно. Вы знаете, вы можете победить, вы можете победить, вы можете выиграть. Но в конце дня, я думаю, что все люди там были рады, играть с людьми, которые они не знают. И это было замечательно. Фран считает, что уровень Одинцовских игроков очень хороший. Мы до последнего не знали, выиграем мы, проиграем. Будет ли это ничья. Это был настоящий соревновательный процесс. И нам очень понравилось. Это была настоящая игра. Очень много было сюрпризов на празднике. Один из них – это исполнение гимна Российской Федерации заслуженным артистом России Денисом Майдановым. Кстати, который впоследствии, в общем-то, играл на поле, вышел игроком. Он не просто играл, он забил еще три гола. То есть, у него был хэт-трик в этой игре. Это было сразу запланировано? Нет, ну такие вещи вообще невозможно запланировать. Ну, не голы, ну, конечно, не голы. Я имею в виду вообще выступление Дениса. И насколько ему понравился весь этот концерт, который он увидел? Ну, я уверен, что ему понравилось. Он после того, как он спел гимн, он принял решение еще и поучаствовать в игре. То есть, вот эта часть была все-таки незапланирована? Вы не знали, будет он играть или нет? Мы не знали до конца, будет он играть в футбол или не будет играть в футбол. Но все-таки Денис Майданов за футбол. Он вышел на поле и забил три гола. Фран, как вам игра нашего заслуженного артиста России Дениса Майданова? Фран, как вам понравился игрок Дениса Майданова в матче с Одинстовым администрацией? Я думаю, что он играл очень хорошо. Я думаю, что он получил три гола. Это значит, что он играл очень тяжело. Я очень понравился его уровень. Фран говорит, что в восторге от стиля игры Дениса Майданова. И, как вот говорит главный показатель, это его хэт-трик в матче. Поэтому мы действительно считаем, что всем все очень понравилось. Талантливый человек, талантлив во всем. Какие планы? Лето начинается. Я знаю, что у вас очень много всего интересного. Ну, у нас, как я уже сказал ранее, это турнир, который у нас пройдет 18-го, 19-го и 20-го. Кроме этого, мы планируем в Одинстовском городском округе провести сборы. То есть, на сборы мы приглашаем всех детей от 6 до 16 лет. Любого уровня подготовки. То есть, это сборы, которые позволяют получить такой концентрат всей методологии Барселоны. То есть, все то, что мы любим, то, что мы знаем, передать в рамках таких сборов детям. Фран, какие планы? Фран, какие планы для весна? В весна мы не хотим остановиться. Мы хотим продолжать практику, как мы можем. Мы, конечно же, не собираемся останавливаться. И лето также будет спортивным. Если все пойдет, как мы запланировали и задумали, то надеемся провести и сборы, и турнир. И надеемся, что сможем сделать это в Одинстовском округе, так как здесь очень любят футбол и нас очень хорошо принимают. Ну, судя по тому, как прошел праздник, здесь однозначно любят футбол. И играют в него практически все. Независимо от возраста, статуса, рода профессии. Лето в самом разгаре. Желаем, чтобы все ваши грандиозные планы обязательно осуществились. И мы еще неоднократно увидели вашу академию на наших спортивных площадках. Спасибо, что пришли. Если хотите сказать что-нибудь. Да. Прежде всего, я бы хотел бы сказать спасибо всем администрациям от Одинсова, чтобы позволить нам прийти и создать такие события, которые мы считаем, что это очень важно. И также спасибо Андрею Иванову, Ларисе, Лазутине, Денисе, Майданову и Татьяне Одинсова, которые сделали это возможно. Спасибо. Франт хочет добавить большое спасибо администрации Одинсовского округа. Спасибо, что принимаете нас и позволяете нам делать такие интересные и классные мероприятия в этой прекрасной инфраструктуре. Отдельное спасибо Андрею Иванову, Ларисе Лазутиной, Денису Майданову, Татьяне Одинцовой и, конечно, Ревазу. Спасибо вам, что сегодня были с нами. Спасибо, Мария. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...